Дополнительное время. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Осталось 5 секунд. Очередь команды Сил Света выбирать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Осталось 10 секунд. Дополнительное время. Осталось 10 секунд. Осталось 10 секунд. Осталось 11 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 секунд. Вперёд! 1-0, Spirit ведут. Слушай, какая интересная ситуация. В двух гранд-финалах участвовали Team Spirit. Да, да. Они первый свой шанс не смогли использовать. Ну, честно, вот честно, моё впечатление, я считал Liquid чуть ли не самой слабой командой, из, ну, вот, которые могли бы победить, теоретически. Ну, потому что, блин, ну, они играют абсолютно непонятно. Они, знаешь, может быть, где-то играют непонятно, вот с первого взгляда смотришь на их пике, тоже удивляешься, но эта команда, которая участвовала на последних всех ланах, практически занимала неплохие места, я вообще пророчил им прямой инвайт. Я был удивлён, когда там появилась, например, Alliance, а не Liquid. Ну, сравнительно, да, Alliance или Liquid, возможно, потому что на тот момент они были действительно неплохи, но вот конкретно на этом турнире я смотрел, я просто поражался. Мне казалось, Джеракс там просто левнит из команды в один момент. Нет, Джеракс вообще самый непредсказуемый человек, которого я видел на этих квалификациях в европейской дата-сцене. Потому что он то исполняет такие чудеса на Тускаре, то заливает этим сам Тускаре. Парень такой, конечно, очень интересный. Да, ну давайте пройдёмся по командам. Начнём, наверное, с команды Empire, претендента в данном случае, потому что они в шаге от вылета с этой квалификацией, ровно так же, как и Spirit, в шаге от мажора. Каблак уже однажды был в шаге от Интернешнала, и тогда его не выпустила команда Квантик, кажется, она называлась. Они были Квантик. А, или они были Квантиками. Они были Квантиками, там был состав из тремя фанузами. Да-да-да-да. Они выпустили их? Их не выпустил Вивер, я точно помню, потому что у них не было Сана. Вивер не выпустил. Их выпустил против Вивера. Да, Квантики, они были Квантиками, точно-точно-точно. Ну, в общем-то, Resolution будет играть на Лондруиде в миде, Алоша, Тусик, Хвост на Керевенжи Фулл Спирит, Ну, Фир, Андаинг и Фаник на Думе. Team Spirit Айсберг сыграет на Инвокере медовом, Рамзес будет катать на Аликантропе, Флай, конечно же, с суппорт Даззл, Каблак, ну, сигнатурный ему суппорт Абадон, и Автолайф будет у нас оффлейн с Лордаром. Уже нашли медведя, посмотри, я отчет играет. Да, но Али ему... Spirit Bear, нет, Панда Кунг-фу, это было у Мага, вроде бы, да. Да, у Мага была Панда Кунг-фу. У Резолика нет такого. Ну, вообще, немного удивлен я драфтом имперцев. Он необычный, определенно. Ну, вот последний пик немножко смущает, да? То есть, какой-то мидер нормальный, стандартный пришел, ранжевичок там, да, ну, условно, Зез, неважно, какого, Фразор там, прочая катность. Было бы все, вроде бы, более-менее понятно, но Дум внезапный. Внезапный Дум, который уходит в оффлейн, который сейчас вот встречает Сельдь, и стоять, пока предстоит началь ему против Сельди, ну, пока он там нормально будет себя чувствовать. В миде мы видим, Резоль уже гоняет потихонечку Айсберга, Айсбергу вообще должно быть не совсем приятно стоять против этого медведя. Ну, и на топе, хотел сказать, трипла, но нет, Рамзес улетает сразу же вниз, он понимает, что ему нужно фармить. Это перехитрили, перехитрили, потому что Тим Спирит думали, что они пойдут, и сейчас встретят одного лишь только здесь Дума, его там загнобят, то, что, естественно, идти против Ван Дайга не хочется. Но и при этом и Империя поставили стандартные линии, угадали, и вынуждают юзать ТПшки, вынуждают менять линии, ребята, и на Тим Спирит, они, соответственно, теряют время, теряют ТП. Ну, в общем-то, главное, что сразу же вовремя сориентировались, не стали стоять там против Ван Дайга, умирать, ну, приняли правильное решение. Но, опять же, немножечко Тим, может, тебя потерян. Так, тут у нас новые медведи потихонечку появляются, да, вот третий уровень уже вкачал Лон Друид, Денайт ему, конечно, приятно. Слушай, а Фаник не отъезжает у нас случайно? Фаник? Да, нет, наверное. Но ему очень больно. Флай, конечно, ему там так хлестко выписывает пендали. Мой врыв такой был прям на огромное количество урона. Да, ну, думаю, с первым уровнем пока еще не может останавливаться. Вот, наконец-то, появляется уровень 2, и земля пошла. Пуск тут сейчас тоже немножечко нагнетает, естественно, его видят. Тут мало того, что вард стоит, так плюс еще день на дворе, поэтому вот эти вот манцы на ступеньках, они днем не особо классно сказываются. Ну, так, немножко можно припугнуть. Угу. Вообще, конечно, вот то, что поставили на медведя Empire в мид, это определенного рода риск. То есть его должны, конечно же, гангы должны убивать. Такие персонажи без эскейп, тем более инвокер всегда может подсобить. Но тут такая ситуация, получается, что Team Spirit просто два суппорта, которые не особо гангеры. То есть это Абадон больше как бы такой бейбиситтер, да, и дазл, в принципе, то же самое. Ну, вот Резоль сейчас пытается притащить кого-то в центр, то есть он уже очень жестко нападает на инвокера, не хочет, чтобы суппорты бездельничали, суппорты команды Spirit, естественно, и чтобы отстали, например, от Дума вот эти все дазлы и прочая челядь. Возможно, чтобы Абадон занялся чем-то толком. Вот Абадон пытался найти вард, но ошибся. Да, он сразу же помигал на другой холмик, на другой пригорок, и сейчас будет ломать этот вард. Самый популярный, наверное, вард в последнее время. Я его постоянно вижу. А вот в этой карте, кстати говоря, такой вард бы мог несколько раз жить в панику спасти. Но его там не было. Так, теперь они снизу, кстати говоря, пришел No Fear. Ну и правильно, конечно, делает Антанг, то есть он ищет на линии где-то Рамзеса, понимает, что Ликантропа прифарм давать нельзя. Ну и плюс к всему противодазл тоже довольно удобно стоять над этим антангом. Ну и помогает, конечно же, панику. Панику, чтобы там хотят немножко крепочков заработал. Да, там пока у нас хвост разменивается станами со Слардером. Ну и тут продолжается этот активный вардинг. А Лоша тут еще в центре тусуется. Да, приносит себе апсы. Сентрики у него тоже имеются. Ну и, собственно, сейчас будет вардить. Его тут, по идее, не должны были заметить пока. И куда он сюда, что ли, идет ставить вард? Судя по всему, да. И у них Майнгейм с этими вардами. Там поставил... Ой-ой-ой, посмотри, смотри, смотри, сейчас. Пытается, возможно, украсть Сатира. Вот спалился. Спалился Алоха. Не получится у него украсть Сатира. Ну, Габлака украсть у него тоже вряд ли получится. Но чисто похитаться с ним на мужика, это можно. Потому что он понимает, что он тупо сильнее сейчас. Ну да, это без хп бегал Габлак. В обоих были только по первому уровню, не было вторых левелов. Ну и, в общем-то, Алоха так прогнал его аккуратненько. И убегает, убегает, восвоясь. Но при этом ардец, конечно же, по-прежнему остался. Ну и, скорее всего, не сможет Габлак понять, что вард именно там стоит. Там хорошие шарды только что Алоха поставил. Не пропустил к себе сельдь. Залежил в саду. Аклай, да, кажется, приплыл. Шоу, грейф сейчас кончится, а фаник-то быстрый. Оп, тучку, файр-файр, флай. Да ладно, да ладно, не проделал опять анимацию. Боже. Как? Опять вторую игру подряд. Ребята не проводят анимацию атаки. Один раз ошибся хвост на вивере. Не добил тогда на ферсблад, кажется, парня. Получил четверку за это. Да, получил за это четверку. И вот сейчас точно так же. Дум не доводит анимацию атаки до конца. И таким образом не добивает Дазла. Ну, конечно, мы понимаем, что там туман войны и все дела. И все-таки там... Не, но если ты уже замахнулся, то в принципе можно бы и отпустить кнопку бега. Да. Ну, вообще, такие флай все равно красают, конечно, но вот на последних этажах... Не, он молодец. Безусловно. Дюзал тут фэри-файр и выжил. В итоге ФБ делают ребята из Team Spirit. Ну, тут, конечно, красиво будет сыграть. Красиво. Красиво. Флай с дабл-дамажем заходит. Тогда еще нормально там будет висеть по времени. Можно было поразмять пару физиономий. Да, что мы получаем? Медута вообще резолюшн. На самом деле, это как-то круто слишком фармит. А что ему тут не круто фармить? У него все замечательно. Он еще периодически пытается гонять инвокера. Инвокер, конечно, подрубает Алакрити и разминает крипов очень быстро. Но если, например, корни хоть раз бы сработали за все вот это время, пока я смотрю за резоли в миде... Все-таки, да, не вижу эти корни. Резолюшн тоже, наверное, шок. То тогда бы инвокеру, конечно, пришлось совсем не сладко. Все-таки герой не самый тонковитый. Вообще, Резолюшн, наверное, так понимаю, оставляет корни уже потом. На более серьезную стадию игры. Ну, естественно, если ты копишь заряды корней. Да, это так и работает. Никто не знал. Севдор выезжает в миде, но Резолюшн хорошую позицию занял и трансформируется, получив уровень 6. Теперь не взять этого медведя. Так просто. Так точно. Можно какие-то уже амплифайи. Ну, вообще, мы видим, что, конечно, Айсберг качается через класс экзор. Это будут Фаджи Спирит, там, Двойные Ник, Аномикон и Мидас. Все дела, все-таки мы прекрасно понимаем. Но для начала это, конечно, Санстрайк. И вот хотелось бы Санстрайк как-то поактивнее использовать, конечно. Единственный, кто может хоть как подцеплять противника, это автолайф. Да, именно. То, что Санстрайк не подководовать. Единственный, как ты правильно сказал, это Слардар. И даже этот вариант не самый надежный зачастую. Так да, он на харде стоит, а кого там станет. Ты можешь от Винги сам отлететь, сейчас мега очень жесткая. Просто Ускар помогает. Вот именно. Тяжеловато. Так что Инвокер с вот этим выбором через Экзорд, возможно, не совсем оправдан именно на данном этапе игры. В дальнейшем мы посмотрим. Может быть, его вот это колоссальное количество урона с заклинаний и будет играть ключевую роль. Ну, там, скорее, больше, конечно, упор будет делаться именно на Суммона. Потому что там, ну, мы знаем, Ликантроп, Микрономиконы, там, Инвокер с Мидасом, Микрономиконы. Ой, сработали корни-то, посмотри, начинает. Ой, и вот уже начинаются проблемы. Вкатывается Туск, сразу же пошел вниз. А Сентряк же есть у Алохи. Алоша, ну что ты? Алоха не вспомнил, что у него есть в центре вард, но ничего страшного. В следующий раз, я думаю, он обязательно вспомнит про него. Такую дружескую, конечно, подотыльник можно получить от команды. И потом, да, придется вспоминать уже. Да. Так, таки лап довольно халявного лишились, на самом деле. Резолюшн долго ждал этих корней, наконец-то они сработали, а Лоша все испортил. Так вот, и в первый раз, да, вроде бы сработали корни. И сразу же такой замечательный момент для убийства. Айсберг убегает на базу. Абадон заменяет его пока что в центре. Получает здесь много опыта. Но гнает, гнает. У нас резоль, крипов. Таким образом лишает Абадона дополнительного экспириенса. Так бы уже Абадон был там четвертый с копейками, четвертый с половиной. А так он только-только своего четвертого получил. Шарды идут, Абадона закрывают. Будут ли корни? Корней нет. И еще один удар. И вот они корни. И это смерть. Не успел кинуть на себя щит. Ну да, в корнях ты там пока держишься. В этом самом деле заеблик, тяжело вот что-то либо сделать. Погибает. С сабелькой махал, конечно, но ничего не получилось. Вот хороший буст получает Resolution с Медакт. Сейчас и при отличнейшем крипстате. Ну по отношению к Resolution опять же они идут один на один. Ну по отношению точнее к инвокеру. При этом еще и фраг сейчас только что сделал. Получает левел, получает перчатку. Но как-то пока о нем вообще не думают. Вот Team Spirit. Тут внизу No Fear потестил, как работает его Tombstone против Волка. Да, все его подопечными. Плохо работаешь. И там очень быстро сломали, даже после захила. Это за это опытным путем доказано. Да, да, да. Вообще это в принципе на дистанции по этой игре будет плохо работать. Как бы ты Томбу не поставил. Там огромное количество суммон, что они просто съедят эту самую Томбу. Вообще, как бы драка не складывала. Конечно, контроль. А контроль, конечно, Team Spirit обладает хорошим. Ну и плюс ко всему, возможно, опять же, вот сейчас не идет такого активного внимания к этому Resolution. Дают ему фрагмент, потому что знают, что они его убьют. Как те времена так, это возможно, Алоша будет? Смотри, что царит. Ну, смотри, неплохо его тут пытаются закрыть. Забегает Волк. Нашел Сноубол. Может быть, захватит с собой Вингу. Нет, он просто остался здесь. Вингу, асфальт. Так, слушай, ну, Клайя должны здесь, наверное, убить. Да. Сошел Огрейкать. Там Солрип слишком много темно что-то летел. Это минус. И какой-то Саундстрайк полетел на Крыл. Вот так вот. Ну, естественно, был под Виженом Алоша все это время. И забрали. Наконец-то Саундстрайк сработал. Куда мы это нашел? Я цель Айсберг. И реализовал свой экзорт. Купил себе, да, сразу? Да, нормально. И уже восьмого он уровня. С Лардар тем временем тысяча голды. Плюс имеются уже Транквильчики. Что у Автерлайфа уже идет его плановый сбор денег на Блингдаггер. Обязательно нужно. Сейчас очень хорошо, что осталась именно только одна Винга против него. Точнее, против даже одного Дума он стоит. И спокойно здесь можно крипов добирать. В принципе, не так страшно. Хотя, конечно, Фаник уже может попробовать и ультимейты саюзать. Все-таки герой довольно сильный. Кстати говоря, что интересно, он качается без Интернал Блейда. То есть Фаник пошел в скилл билд фармящего героя, а не убивающего. То есть был бы сейчас, например, условно даже на первую прокачку Интернал Блейда, то можно было сделать килл соло-фрагом. Довольно успешно. Ну, как-то вот решил Максить. Ну, смотри, там есть Абадон и Даззл. Убивать реально тяжело. Вот как бы ты ни старался, убивать будет реально тяжело. И честно, я не удивлен, что имперцы могли в теории просто заобузить. Так, погоди, у нас сейчас Флай убивают. Да-да-да, будет, естественно, кидать еще там Шеллоу Грейп. Естественно, тут все ждут, пока он будет там выбегать. Или Снафайя убили. Так вот, можно было попробовать фишки в сети там с Мидасами и прочими вещами. Ну, хотя у Медведя Мидас и так будет совсем скоро. К тому, что Дум мог тоже попытаться заобузить. Но, с другой стороны, если сильно переборщить, можно напороться на тушь от команды Спирит. Ну, да. Вообще, видно, что как бы Тим Спирит особо не торопится. Они, в принципе, довольны тем, что у них коргероя подфармывают. Все-таки суппорты свое дело делают. И если мы посмотрим по Нетворсу, увидим, что Ликантроп и Инвокер начинают оторваться. Причем оторваться довольно серьезно. Ну, да, Винга не так хорошо фармит все-таки. Медведь пока, к нашему удивлению, да, там не на первом месте. Но это совсем скоро изменится. Он скатывается на Инвокера. Инвокер опять уходит в Инви. Сразу же ставится вот тот самый Сентряк небезызвестный. Корни будут вообще работать или нет? Нет. Корни пока совсем отказываются работать. Вот, наконец-то, они срабатывают. Это минус Айсберг для Резолюшина. Больше интересует, почему не работают суппорты в этом моменте. То есть, понятно, у Габака был кулдаун на ТП, но вот, товарищ Дазлик, у вас где ТПшечка? А у него денег, видишь, совсем... Зато Арканы. Зато Арканы. Зато Арканы. Норм. Ну, сейчас помощь очень нужна была. Ну, вот именно, понимаешь, даже при Абадоне и Дазлие происходят вот эти фраги. Сольные фраги на Инвокере. Я был бы очень недоволен, будучи Инвокером. Вообще, ну, конечно, тебе взяли двух Бэбиситтеров, которые должны просто охранять тебя на любой территории. Тем более, когда противник уже за Тир-1 к Тир-2 заходит. Долго тебя месит. Пока корни не прошли. Видимо, слишком заняты были суппорт, пока где-то кто-то бегал. В общем, не обратили на это внимание. Может быть, просто не ожидали, что Инвокер вообще, в принципе, может погибнуть на миду. Да, 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 и за это наказывают. Ну, теоретически. У имперцев лейт очень неплохой. У Спиритов он... Ну, а что? Не, он тоже норм, но он не совсем глубокий. Не вот тот вот совсем дальний лейт, шестислотовый. А что там? Ну, в глубоком лейте-то там есть медведь. Ну, и в общем... И тум, не забывай. Винга, по сути-то, раз уж на то пошло, она кабины разваливает многим. Вот тут, на самом деле, как-то вот мне ближе смотрится вот в Тим Спирит игра, вот, потому что я это видел, как работает с ней крыльными комнатами и так далее, там не ощущаются медвежата, пусть они там будут шестислотовые. Там проблема в чем? Проблема в том, что медведь закупает себе в Спирит Бир там какие-то артефакты и хп у него не уличит, в 800 как остается. Вот именно. А как ты относишься к тому, чтобы забить на эту хрень? Затаривать медведя. Возможно, стоит своего героя затарить, а медведя иметь как вспомогательный вариант, например, купить ему тупо башер. И пусть он бегает, корнит и башет, например. Ты понимаешь, что происходит с Resolution'ом? Салпер. Если не прыгает. Да не, причем тут этот, смотри, во-первых, Resolution'ом происходит то, что он получает Amplify Damage и умирает, очень быстро умирает. Зомбаки тут, конечно, аннигилируют, ничего не скажешь. Но этого пока не чувствуют Спириты, абсолютно не чувствуют. Залетает Метеор, Метеор тоже в никуда, потому что Сноуболи уехал, Алоха и Фаник. Фаник, а в кого Фаник вообще Doom давал? За Doom'е ли они Дазла, которого убили? А, окей. Там Волк бегает, Форгиды бегают. Кстати, зомбаков реально очень много. Ну боже, посмотри, какой урон, как Форгиды разваливают, Айсберг пытается воевать с Хвостом. Том-Стоун заканчивается, и Хвост тоже погибает, это Тим Вайб. Ты представляешь, Team Spirit дрались, пока Том-Стоун стоял всю драку. Полностью, он всю драку отстоял. Там огромное количество этих замаков появилось, но при этом драка выиграна 2 в 5. Зомби донес 2000 урона. Плевать, они хотели на эти 2000 урона. Вот именно. И ты посмотри, как быстро разваливаются все герои Empire. Amplify Damage, суммоны, бьют связухи, все. И это настолько больно, что... И дазлы вот эти свивами. В общем, да. В общем, приятного, конечно, мало для Empire сейчас. Ну да, вот проиграть, когда Тамба стоит у тебя. Причем ты на начальных этапах делаешь именно акцент на своего онтайнга. Ты его, в принципе, берешь для того, чтобы выиграть ранние файты. Потому что, ну, кто может убить Тамбу, которая стоит на пригодке? Да никто, под ней все погибают. Ну вот, вот. А тут оказалось, что не совсем-то и важно, где вообще стоит эта Тамба. По большому счету, так и есть. Смотри, Ликарн в форме. Бегает ему пофиг. За ним зомби, в принципе, не успевают. Инвокер рейнджевой кастует ему пофиг. Пока его там зомби грызут, он все равно кастует. Дазл просто с одного захила весь дэмэдж зомбаков компенсирует. Опять заходят на Раншан. Это что-то не имется Таем Перцем. Вообще, у Тим Спирит нет таких супер-супер уж прям крутых кулдаунов на ультимейтах. Там у них практически все сразу готово. С Ларвар там, Абадон, Инвокер. То есть они сразу готовы кастовывать. Нет, огромнейших кулдаунов типа, там, Дайдхантер ультимейт. Поэтому они готовы драться прямо сейчас. Прям вот уже сразу. После того, как драка закончилась, казалось бы. Ну да, там Метеор готов. Можно вот сразу в Рошпитову туда кидать. Да, неприятная ситуация. И вот мы видим, как на графиках опять это отображается. Три тысячи. Приведут Спирит. Такой-то сам Медрошан. Там будет Амплифай. Начинает пробивать. Пошел у нас Хауль. Ну, Имперт стоят. Имперт сами накидывают. Думан тоже откатился. Дом Лафтерлайфа. И Алоха покатился в Лафтерлайф. Ой, ну Фирпласт, Метеорит поймал. Для шансов на спасение умирает. Очень быстро. Габлака пытаются убить, но он Габлака подрубается ультимативная способность. Где вообще бегает у нас там Фанник? Фанник пока умирал от Волка, но он успел сделать тэп-аут. Остальные чем занимаются? Вот, они наконец корни прошли. Резолюшн продолжает контроль с Медведя. Может быть попытаться еще в кого-то вгрызться? Или же нет? Нет, нет, решил забить. Ну, тут микропокемона скушал нормально. Сатэн заработал. Но тут, конечно, все уже не так кисло. Но все же немного неприятно. То, что пока Импертцы выглядят немного беспомощно. Ну да, да. Причем самое главное, что Тим Спирит забрали Рошан и Аегис. Как бы основная была цель этого захода. А то, что разминяли саппортов, это не так особо важно. Ну и у Свардара уже есть почти 11 уровень. Блинк Даггер, 760 голды. И первый Некрономикон появляется, также у Ликантропа. И вот не умирает. Тяжело взять такую Вингу. Даже с Amplify Damage, у нее слишком много брони. Корни опять не срабатывают. Башни все, темно, центральные ими разрушены. Ну, так и убили. Что-то на корни Резолю совсем не придется. Вроде бы тут и 20%. Но было бы 17%. Было бы 17%. Было бы 17%. Это когда я рассказывал про то, что 17% шместопов на радиансе это, ну, типа, хрень на самом деле. Ну, оно как бы и есть, но их как бы и нет. Силы тьмы, как и не свои царочки. О, скажи мне про Баратрума. Ко-ко-ко. Как это обычно бывает. Ну да, но эффект от стана Баратрума, он слишком офигенен. Даже при 17% он просто разваливает кабинет. Он выглядит страшно. Кандиры отталкиваются, ничего сделать не надо. Ну да, БКБ, не БКБ, вообще пофиг. Ты летаешь. Вот примерно как этот форгит. Смотрю я на айтем билды сейчас героев и той, и другой команды и как-то страшно становится за имперцев. Потому что они только начинают покупать артефакты на разгон. Какие-то вот барабаны, доминатор. То есть им еще фармить и фармить, фармить и фармить. Хвасту фармить, фанику фармить. Всем фармить надо. Резолюшин. Вообще тут, честно говоря, без мек, пайпов делать-то нечего. Про имперцев. Их сейчас просто будут давить. Их реально сейчас будут съедать. Очень нужны артефакты. Во-первых, спирит-биру, конечно. Я не знаю, будет ли выходить радианс. Вот у него есть медасик. 2900, видимо, будет. Ну, радианс, на самом деле, не такая плохая затея в данной ситуации. Хоть что-то поможет не зайти на рампу спиритом. Конечно, они с пары заходов там все равно что-то поломают. Но хоть какой-то сдерживающий фактор будет. И на замес вообще, по большому счету, нужны артефакты, которые позволят кайтить лекантропы. Я не знаю, что они будут собирать. То есть, опять же, работают Хелберты, Форстаф и Глим. Ну, Глиммеры уже не работают, окей. Возможно, Латусорпы там скидывают какие-то дебафы в виде амплифая и так далее. Ну да, там, возможно, госты какие-то. Это все еще, возможно, появится. Но пока это все стоит денег. А тут все бомжи. Да, ну плюс, ко всему, что если мы, опять же, учитываем какой-то урон от имперцев, который должен исходить физически, да, к примеру, для этого герои должны стоять и бить. Для этого должен быть танк. А если твоего танка, то есть перед бирой, съедают за, там, вот эту вот медальку какую-то им сверху, там, плевать дэмэдж очень быстро, танка нет и бить, соответственно, никто не может. Проблем действительно массу имперцев сейчас. И не всем понятно, как они будут от 20, например, уже от текущего куша. Башня сил тьмы на центральной линии. Уже заходят. Ну, тир-2 сломали без сопротивления вообще. Башня сил света на нижней линии. Есть Аегис по-прежнему. Должен быть, да, Аегис есть. Третья некрономикона есть у Айсберка. Вторая некрономикона есть у Рамзеса. Аплак вообще пошел в аганим. На секунду. А, ну это, кстати, интересная тема. С аганимом на Амадоне. Он танкует просто невероятное количество дэмэджа. Ну-ну. Ну, в общем-то, сейчас, вот, судя по тому, что происходит, сами спириты будут проедать тавра. Ну, и пока, может быть, они не могут, имперцы-то, я имею в виду, не могут принять драку 5 на 5. Возможно, стоит просто спидеть и фармить. Ну, хотя бы вот, да, вот они кликают сейчас на терять тавр по миду. Какие-то нужно деньги зарабатывать. Как там с радианцем дела? С радианцем дела пока кисловатые. Еще 400 голды до Сакрада. Ну, вот сейчас вышку заберут. Немножко все станет лучше. Но сами имперцы также теряют тавр. На топе уже Т2. Сейчас все падет. Кстати, собрали имперцы, ты понимаешь, два доминатора на команду, да, уже имеется? А, нет, один только доминатор. Возможно, стоил доминатор еще один взять, потому что нужно будет как-то перехватывать суммонов, возможно, этим спирит, некрономиконов каких-то. Чего-то будет крайне полезно. Да, между прочим, это действительно может быть очень крутой моб. Появляются эти некрочи. Третьего уровня у инвокера, пока второго уровня у Ликантропа. И просто заходят на хайграунд. Есть телепорт. Да ладно, ты посмотри, как ноу-бирота сейчас тут дуют. Вот в итоге есть ноу-бол, и вроде бы ноу-фир даже живет некоторое время. Кстати, все, ноу-фир пережил инициацию. Может быть, что-то хорошее из этого получится. Вышку пока не потеряли. Нужно просто продолжать, наверное, давить. Паник прыгает, Паник убивает. Нет, вот, свапает его, но Паник погибает, тем не менее. Вот, чертечка последняя залетела. Автолайф пережил Думбу, тот, что угры был замечательный. Да, Мордонайт, конечно, ребята, из Эмпайр. Медвежонок стоит, Аплайф нового ныряет по Медведеву. Ну, в секунду будет его сдувать. Нет возможности его как-то подкидить, спасти. Бараки сейчас будут падать. Фаржи стоят, некрами конные вот живы. Еще дальний стоит, стреляет. Пайбэк от Думба. Ну, как же все плохо имперцев, как же им тяжело-то, а? Да, очень яро отбиваются. Посмотри, Автолайф опять прыгает, опять минус армор, опять нападает на ноуфира. Его просто срезает когтями ликантроп. И это минус верхняя сторона. Ну, опять ситуация в первой карте, я не вижу аутов. У Ризоля 4,5 тысячи на руках. Автолайфа кушали, но за это погибает Алоха. Паник вот такой, он там где? Вот он, Ризоль, подрубает, наконец-то, ранжевую форму. Наконец-то, хоть что-то можно предпринять. Нужно идти хоть как-то уже драться, да, там колд снэп, да, воюют. Но если не делать ничего, это будет определенно не выход из ситуации. Отбиваются с горем пополам, потеряв уже линию. Вкатываются на габлака, и его тут также срезали. Ну, минус 3. Троих забрали, но давайте учитывать потери теперь имперцев. Байбэк Дума, были еще какие-то смерти. Тускар тоже погивал, байбэкался, между прочим. Тоже байбэкался. И минус, что самая главная сторона, причем крайне верхняя. Ну, потери, потери жесткие. Да, появляется вот он, Радианс. Резолюшн вовремя сообразил, что можно еще трансформироваться в обычную свою форму. Хотя бы рученькой немного побить. Вроде бы и мелочь, но приятно, тем не менее. Я опять вспоминаю просто времена Хона, допустим. И в Хоне медведь, он имел примерно процентов на 90, наверное, в совпадении с дотерским. И там собирали его как раз через медведя, как вспомогательного юнита. То есть у Мишки максимум мог быть действительно какой-то башер или вот что-то еще такое. А основная мощь была и в конкретно главном медведе. Резолюшн умер. Сожгли его. Или пока еще не умер. Нет, пока жив, он нормально уже. А там Рамзес пошел под форму, Некрономиконов вызвал. Алохи плохо, а Лохи очень плохо Сноуболом себя засовывает. Конечно, будет какое-то количество времени. Но Рамзес его все-таки докусывает критом. Последним отправляет его в таверну. Без байбэка, напомню. Все критует, это просто жесть. Пошли пачки паржей, Некрономиконов две пачки. И Литла нет, ничего нет. Как? Вот этого можно вообще... Как это можно остановить? Дум пошел на инвокера. Ну, хоть что-то хорошее. Подрезает еще Фаник своим Блэйдом. Хорошо, минус Рамзес. Подрезали одного, задумали второго. В итоге, скорее всего, прогонит. Сейчас Спиритов отсюда. Ну, Габлак не лучшая цель для фокуса, естественно. Слардар по троим. Еще и Захил от Тазла. И Метеор падает. Но практически мимо. Фаник. Еще один удар с Сабли. И теперь нужно уже убегать Айсберг. Потому что если пройдут корни, придется ему очень не сладко. И они проходят. Слардар. Еще один хороший подсейф. Слушай, еще и минус армор. Неужели получится и уйти инвокера? Да, так и есть. Они сейчас вот этой вот теории брат за брата за основу взяты. Чуть все пятером не погибли. По которой друга спасали. Я хочу Андрюше привет передать. Пока пользуешься случаем. У нас тут умирает хвост. Нет, не умирает. Ноль шеллоу грейвов. Ликантропа убили. Убили Абадона. Убили его. Ноль шеллоу грейвов. Хотя везде у него просто не было отката. Я прям снимательно задумал. Ты прям смотрел. Я прям смотрел. Он такой тоже подумал. Так, что-то здесь не то. Надо линзу срочно. Слушай, я видел Ликантропа. Когда он смотрел. Понимаешь, он говорил. Даззл, где мой грейв? Да, я видел эту игру. Рамзес кричал просто флай. Говорил, я не хочу. Я не хочу умирать. Я слишком молод. Развернулся к нему даже. А не был шел грейвов. Ладно, это принцип не так особо важно. Почему? Потому что сторона-то упала. Да, еще одна сторона упала. Милишный барак снесли. Осталось только рейнджевой. Ну и черт с ним. Появляется Блинк Даггер у Дума. И вот теперь смотри. Этот фармящий Дум, у которого на Инфернал Блэйде 16 секунд кулдауна, он вообще ничего не делает. Ну, образно. Потому что было бы у него 4 секунды, он бы по этих 5% просто был упастел. Я об этом как раз таки в момент уже начала игры говорил о том, что Фаник может быть прокачать разок, может пытаться убивать, но как-то вот все, упор делался именно на фарм, на Диваур. Ну, к слову, Медас на мещике тоже идет на фарм. Ну, просто Спириты собирались раньше. Некринмекон, они уже пошли в бой. И не готовы касались Эмпайр. Они до сих пор не готовы. Они просто сейчас за счет того, что у противника много артефактов не могут выиграть. Вот какая-то смок-атака, такой смок-последней надежды его можно назвать, наверное. Видит Рамзеса, свапывает Рамзеса. Отличный от Эмлокера. Дум вешается на Габлака, но Габлак это не та цель. И в итоге Метеор просто испепеляет, смотри, хвоста. И Ноуфира, и всех остальных. Хвост там куда-то побежал обходить, кого-то искать. Но вы же делитесь под тир-1 вышкой. Вроде все не слишком круто. Ход сейчас может просто умереть. Стан есть, есть также минус армор. Какой сказать, что мужчина дерется до конца. Да, вот этот мужик гейминг, это, конечно же, круто, но его тут убьют. Минус 3, скорее всего, там еще тускар на лоу-хп был. Инвокер вот так мало, он отпустил трипл-кил, делай-тайсбердэ, санстрайк. Санстрайк у хвоста. Можем? Можем. Можем. Бультраки! Лайзберг. Вот так вот. И 4000 на руках у Инвокера, это аганим. Инвокер за драку нанес 4200 урона. Да, больше, чем вся команда вместе взята его. А там, ну, просто такая ситуация получилась, что потом был в ультимейте Дума, бегал, ничего сделать не мог. Или Контроп просто без КП остался и под БКБшку бегал. А Инвокер дрался. Так вот, и я о чём? То есть Инвокер, вот в прошлой драке, почему тогда получилось поубивать людей? Потому что Инвокер был в Думе. Он бегает, он с ручки там кого-то ковыряет, и вроде норм. А в ситуации, когда ты этому товарищу полностью развязываешь руки, ну, а на что ты рассчитываешь? У тебя БКБшек там нет. Да, и она с другой стороны оставляет, что ты суппортов без Дума. Они захиливают этого Инвокера, он переживает. Нет, так Инвокер хотя бы не наносит урон. Ты хотя бы можешь драться более или менее адекватно. Тут тоже, да. А если Инвокер в тебя кидает Бласт и Метеор, то уже, извините, в Санстрайк там уже гасит на 537, мне только что показало. Ну, не, аганим, да. У нас аганим. Ну, что третья, последняя сторона осталась у Симпайр. Проигрывают они уже порядка 12 тысяч монет по экспириенсу. Падение там в 5, ну, в принципе, не так много, да, это не особо важно. Две стороны у Симпайр, вот что настолько не плотно, что стоит обратить внимание. И аигис есть у Симспирит. Смотрим на байбеки, байбеков нет. У Симпайр. То есть умирать нельзя. Хвост закупается уже на потенциальный отпуш. У него появляется рецепт на Майлштром. Что делать? Как-то надо сопротивляться этими суммонами. Ну, вообще, да, вообще верно. Ничего тут не поделать. Ну, так, от спаунга, на самом деле, ведь тоже не... Аганим у Абадона. Это мрак. Там вообще, конечно, жесткие артефакты. Да. Ну, что, спириты готовы, да, вызываются. Никто, Никон, Коннер. Ты сразу БКБ нажал, зачем? Ну, так, чтобы на Верочку. Говорит, блин, пацаны, Сарян психанул. Психанул, реально психанул. Бывает. Вот и Нокер, Торнадо, Метеор и Бласт. Паника почти испепелили. В итоге, Снобол был неплохой. Да, Паника спасли под конец. Стан страйк, Дума убивает. Ну, какой же это просто бешеный дэмэдж. Дум там с третьей КП ходил, его все-таки убило. Флай на себя, Шелогрей, будет жизнь. О, тут врывается Слардар. Стан подвоим. Ноуфир пытается отковыряться. Хоть как-то мигают все на тамбу. Мол, разбейте же ее. Айсберг пытается ее разбить. Тут Медведь вписывается. Медведь. Ну, ходи ты, пей. Можешь с собой бить 80 урона с рученьки. Но это же все равно 80 урона, дружище. Грызи его. Грызет он Рамзеса. И Габлак. Закидывает еще один щит. Мопается. Линга, Зомби, Дум. Минус три. Триплкил от Айсберга. Айсберг продолжает уничтожать людей. Алоша остается здесь. Опять тракил. Айсберг попрощает, конечно. Считай, как страшный сон для имперцев. Казалось бы, в драке начинает что-то получаться. Они загрызают только тропа. И целет на них свершим пробегами. Итак, раза три. Рэмпэйдж, слушай. Догнал он все-таки Алошу. Еще раз. Влетает Дум. О, Дум наконец-то по Айсбергу. Но Айсберг уже и с руки нормально валит. Да, и в Аржибе тоже есть. Кинемо, правда, остался. Но это ГГ. Это ГГ и Габлак. Со своей, не побоюсь этого слова, еще и динайд. Авторлайс инвокера. Очень крутой момент. Ну, империя пока не сдается. Они вроде бы и отбиваются. Они будут тянуть до последнего. Они понимают, что больше шансов никакого не будет. И будут ждать до момента, пока не упадет трон. Но, честно, я почти не вижу аутов здесь. Ну, против мега-крипов играть. В общем-то, с героем, у которого нет, чем отспамливаться. Это проблема. В городе как-то в Лекан-Труп убили. А потом тоже флающие пытаются прогнать. Ну, флающие побить надо. Ибо там у него подкильчики всякие. Но получается. Собить хвостом, смартром. Не, мега-крипов еще нет. Погоди. Барак остался на живой. Но Т-4 уже снесены. Одна Т-4 вышка осталась. 270 хп. Тут тоже мега-крипов для того, чтобы отбиваться. Кажется, у кого-то был... А, или это Фастерия сейчас залетела. Да, да, да. Я думал, у Медведя может есть. Резольт купил себе артефакт, но это осалки раз. Что тоже, в принципе, необходимо. Да. Ну, возможно, заранее поздравляем мы габлака. Но, в принципе, это, знаешь, это вот как когда-то ПГГ в свое время собирал вот эти звездные миксы, которые потом выигрывали турниры. Вот сейчас Артур этими вещами занимается. Ну, кстати, вот, опять же, в СНГ Доте это один из немногих игроков, который отсеивает. Ну, точнее, вот он отбор проводит. Ну, да, где-то в папочке увидел товаря еще. Пошел, покатал с ним. Что-то там поиграл. Что-то мажор съездил. Что-то мажор поехал. Представь Рамзес, да? Поехал на мажор. 6-6-6 который. Да, Рамзес, 6-6-6. Ну, пока еще не выиграли. Пока еще не выиграли Спирит. Пока рано. Пока стоит трон, еще игра идет. Да, в шаге от поражения. Тим Эмпайр, да, им не сладко. Но вы посмотрите на эти машины, которые идут сейчас завершать начатое. За бараком идут. За победой тут. Ну, Айшард, конечно, какие-то откидывает у нас. Тускар. Нет, Глифа, барак там на 4-45 хп. Фейк, пошел Рамзес, под БКБ. Свапают. Нет. Там вот Сорма по свапу. Убежал. Драки-то и не было. Ну, Дум, конечно же, залетел на айсберга, но они просто сматываются. Теперь можно налить себе сок. Ну, пока Дум залетает на айсберга, ты можешь хоть как-то драться. Если с айсберга Дум слетает, драка заканчивается в этот же момент. На центральной линии атакуют. Ой, я лоха. Ну, что это был за телепорт? Внезапно Финспирит развернулись. Внезапно. И Нофир тут тоже умрет. Тут просто умрут сейчас все. Сейчас Кепик, конечно, прожимает. Залетает Дум, но уже нет ультимейта. Дешается Дим. Втолайп пытается брать. Афтолайп стартар. Получает, что Лукой вообще будет жить. Севый Шор юзается. Ну, лопнул уже. Ну, и Хосту тоже умрет. 2-300 у него есть на руках. Есть у него байбэк, но это санстрайк. Гараблак уже второй фрак оформляет. И инвокер продолжает развалить. Уже Бион Гатлайк, естественно, у айсберга. 18-3-6. Статистика у этого бешеного инвокера. Ну, и вот он Хост в оглушении на очередной свап. Ризоля подставляет. Зарез ты вон. Иди поразбирайся еще с этими ребятами маленько. И гуд гейм. Уэлл плейд. Поздравления. Теперь уже официальные поздравления команде. Спирит. Победили силы света. Для них была очень хорошая квалификация. Ну, вот много у нас аналитики об этом тоже упоминали. Говорили о том, что Габлаку всегда не хватало совсем чуть-чуть. Вот всегда не хватало совсем чуть-чуть. И всегда он приходил потом на аналитику. В этот раз, на сожалению, может быть, многих наших зрителей... К сожалению, да, нашей студии аналитики останется она без Габлака. Но будет, возможно, Хост. Посмотрим. 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 Очень, очень крутой матч. Вот, блин, приятно наблюдать за игрой, когда ты понимаешь ход мысли капитана, да, координатора. Когда ты понимаешь, что он собирается делать. И у него получается найти себе ребят, которые способны выполнить его желание. Почему в некоторых командах не получается даже при хороших капитанах играть? Игроки не зачастую проникаются духом вот этой стратегии, которую задумал их кап. А тут все пока вроде норм. Тут вообще такое хорошее сочетание молодости и опыт, да, Габлак, правила. Его служит авторитет есть, понимаешь, команда? Ну, понимаешь, такая же фигня в команде ЕГЭ, например. Там, где есть пару школьников и пару опытных ребят. Такая же была штука и, допустим, в Сикретах. Там тоже опытные исполнители, точнее, исполнители есть. И там опытный капитан Пупей, который точно так же всех строит. Здесь мы видим принцип схож, но как-то команда на дистанции выступит. Это тоже интересно. Да, дистанция в 4 дня показала, что сильны, конечно, Team Spirit. Но, в принципе, отыграли они очень классно. Было парочку моментов, парочку карт, где они все-таки проиграли.